С 1992 года в Украине успешно работают волонтеры Корпуса Мира из Соединенных Штатов Америки. Согласно двустороннему договору, американские добровольцы обмениваются опытом и помогают украинцам в различных сферах жизнедеятельности. Одним из направлений такого сотрудничества является преподавание английского языка в школах и вузах, проведение различных тренингов и обучение языку простых людей, независимо от уровня знаний и возраста. На протяжении четырех месяцев при Гуляйпольской районной библиотеке работает волонтер Корпуса Мира из США Дэвид Крейн. Он помогает всем желающим жителям города освоить английские подробности в репортаже нашего собственного корреспондента Тараса Шевченко. В Гуляйполе, благодаря визиту волонтера из штата Вирджиния Дэвина Крейна, в районной библиотеке создан клуб по изучению английского языка, который сегодня посещают многие жители районного центра. В основном это гуляйпольцы, которые ранее не изучали английский, а теперь у них возникло такое желание. Наш английский клуб уже существует с веревня месяца, и сейчас мы уже видим результаты, потому что люди делятся своими впечатлениями и делятся своими знаниями, кто сколько выучил, и это достаточно интересно за этим наблюдать. Занятия проводятся в трех группах практически ежедневно. Дэвин Крейн учит не только основанной лингвистики и построению фраз, но и уделяет особое внимание произношению. Обучение проходит в форме диалога, а благодаря прекрасному чувству юмора преподавателя занятия проходят весело. Все и все мне понравилось. Есть много добрых людей в Гулайполе и в общем на Украине. Сейчас я с удовольствием преподаваю английский язык. Здесь есть три английские клуба. Один для старших учеников, один для взрослых и один для детей. Все здесь очень умные и хорошие ученики, и это успешно, по-моему. Для успешного освоения английского языка применяются различные ресурсы библиотеки. Используются современные компьютерные программы, демонстрируют мультфильмы на английском языке. Как отмечает Дэвин Крейн, у занимающихся виден значительный прогресс в владении иностранным языком.